Подружки, привет! У нас сегодня очередной день наших дико скучных, в то же самое время, прям непростых будней и посиделок дома. Но сегодня, в отличие от всех остальных дней, я решила немного развеяться и немного развлечься. Я заказала мебель в нашу спальню, потому что места, где хранить вещи у меня нет абсолютно. И я заказала стеллажи. Эти стеллажи у меня вчера установили. В комнате у меня разгром полный, но сил не было вообще никаких ни эти полки протирать, ни расставлять мои книги, вещи и так далее. Поэтому сейчас я быстренько попробую расставить свои книги, посмотреть, сколько места они занимают и как эти полки вообще выглядят. У меня, конечно же, еще одна коробка с моими книгами на балконе. Она не разобрана, и я не уверена, что я успею сейчас ее достать. Но суть в том, что я расставлю некоторые свои книги и какие-то вещи по этим полкам и хочу загрузить обоих детей в машину и поехать в торговый центр в Zara Home, посмотреть, что у них есть из мелочей. Может быть, какие-то корзины, в которых можно хранить вещи. В Zara Home еще я заказала в приложении покрывало на нашу большую-большую кровать. Не имею ни малейшего понятия, как оно будет выглядеть, но заказала его онлайн просто потому, что в магазине в наличии этого покрывала нет. Вот такое вот покрывало. У него цвет песочный, но мне в магазине объяснили, когда я звонила спросить, есть оно на месте или нет, оно типа цвета Camel. Ну, короче, я надеюсь, что подойдет. В целом-то у нас спальня, она вся в таких теплых оттенках, поэтому должно быть окей. Ну вот, так выглядят мои стеллажи, которые встали на одну стену. Я вообще не понимаю, как я все это мерила, потому что я умным видом померила эту стену и заказала три стеллажа. У меня еще один стеллаж, 40 сантиметров, то есть самый-самый коротенький, его просто не доставили. Сказали, что будет только в начале, или там типа числа 10-11, в ноябре, что-то у них там стряслось. Куда я его решила ставить, я вообще не понимаю, но придется ставить к другой стене. Сами полки, они темно-коричневые, но как-то я надеялась, что они будут немного более светлыми. Ну да ладно, заставиться, я думаю, будет окей. Давайте приступать. КОНЕЦ 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 Немножечко мы тут разложились, но на самом деле очень мало места заняло, или по крайней мере, ну выглядит, что прям мало-мало места. Заняло и мало книг, не так-то много. Но, короче, я уже по приезду, или завтра, не знаю, посмотрим, как получится, разберу последнюю коробку, а все остальное уже тогда будем смотреть, что мы там добудем. Грантик тут у меня спит. Вот, собственно, сюда должно пойти покрывало, которое я заказала, но оно придет не раньше 10-го ноября. И, кстати говоря, я избавилась от пеленальника. Как вы заметили, в этом углу был пеленальник, я его удалила вообще нафиг с этой комнатой, потому что он мне вот вообще не нравится. И сейчас мне нужно придумать, куда складывать вот эти детские все вещи, и как их сюда вообще внедрить. Потому что, ну как бы, сами понимаете, это вот не совсем детская комната, ну и как бы не должна быть детской комнатой. Я не самая практичная матушка, я вот за красоту, и чтобы вот в этой истории детских всяких штук немного оставалось взрослого. Поэтому, собственно, вот такая вот тема. Ладно, все, собираю детей, и мы поехали. Так, подруженцы, мы доехали. Я, в общем, в полном обмундировании. Двое детей прекрасно поместились в своей коляске. И, на самом деле, собрать их и посадить было не так страшно. Что у нас самое главное? Здесь у меня инструмент, сюда прицеплю свой телефон, если Рэм будет протестовать, чтобы смотрел мультики. А Грантика, белый шум, и он тоже тут уже потихонечку отваливается. И, к слову говоря, о передвижениях подружки, кто мне говорил, зачем тебе двойная коляска, Рэм уже такой большой, пусть топает себе ногами. Вот я не представляю, сейчас вот Грантик лежит, а Рэмик топает себе ногами. Он топает так, что я вот тут офигею за ним носиться. Поэтому для меня идеальный вариант, что они оба сидят и вообще не кумекают. Палочки едим, если надо будет мультик смотрим. Тут мы спим, и все. И мать двигается вперед в правильном направлении. Чтобы вы понимали, все эти пакеты мои. Ну, решила немного закупиться. Так, чуть-чуть. Так, человек тут оккупировал телефон, уже в руках его держит. Ну, в общем, мне главное это сейчас до машины донести, а потом донести еще и до дома. Вот это и вот это. Короче, будешь мне помогать, человек. Все-таки хорошо, когда огромная коляска, она помогает везти не только детей. Короче, баба, я тут немного того. Подружки, доброе утро. Утро у нас действительно доброе, но жутко сонное. Просто потому что я очень хочу спать. Да? Эти двое, ты и твой братишка, не давали мне спать. Поэтому я сегодня прям вырубаюсь. Но день у нас хороший, бабушка к нам приехала, забрала Рэма, они пошли погулять. Тем временем мы с Грантом поели. И смотрите, что мы тут натворили. Вот чего мы тут натворили. Мы тут натворили такое. Полки наши заполнились, и я вообще не понимаю, куда подевались, собственно, новые полки и мое пространство. Потому что все вроде бы забито. А в то же самое время вещей еще куча. Ну, ладно. Все равно большинство книг своих я уже разложила. И вчера наша поездочка в Зару, она была достаточно успешна. Я поехала, собственно, за корзинами, емкостями, чтобы хранить детские вещи в своей спальне, из которой я удалила, как вы знаете, вчера вот этот вот пеленальник. И вот просто отказываюсь из своей спальни превращать комнату в какую-то вот прям детсадовские ясли, в которых исключительно детские вещи. Поэтому, собственно, у нас как-то так. У нас вариация на тему ухода за младенцем, который спит в комнате родителей. В общем, я заказала вот такие вот корзины. Эти две, между прочим, не знаю, Зара, что мне с вами делать. У них запах такой отвратительный, что просто кошмар. Нужно их проветривать, использовать какие-то ароматизаторы, что ли, чтобы вот это все дело ушло. Но я надеюсь, что с проветриванием все получится. Ну и тут, конечно же, на полках уже наши портреты, наши книги, которых просто невозможное количество. И вот здесь у меня будут храниться те вещи, которые были в пеленальнике, и которые я, собственно, оттуда удалила. И вот еще купила две белые корзины, которые подходят вот к моей первоначальной корзинке, в которой хранятся вещи первой необходимости, и которыми я пользуюсь каждый раз, когда кормлю ребенка, когда я его переодеваю и так далее. Ну и, в общем, здесь у нас вот такая вот история. В закрытые корзины мы будем класть вещи вот какие-то наши, мелочи, которые, ну, лучше, чтобы они были закрыты. Потом здесь моя косметичка с моей такой ежедневной косметикой, которой я пользуюсь постоянно. В эту корзинку я поместила то, что мне нужно по уходу за ребенком. Тут мои прокладочки для груди, потом соски, мустелла, лосьоны, вода и, в общем, все, что нужно, масла и так далее. Потом здесь светильничек-стерилизатор. Одна большая корзина. Здесь у меня все пеленки, муслины, шапочки и прочее. А потом белая корзина. Вот здесь вот одежда для малыша. Ну, это такое временное, конечно же, хранение, пока ребенок живет в нашей комнате. Но мне это будет удобно, потому что я корзину взяла, на кровать бросила, ребенка приодела и так далее. И в еще одну большую корзину я поместила все наши подгузники. Это подгузники Black Rabbit. Вы помните, я делала выпуск с тестами 10 брендов подгузников и обещала вам протестировать еще парочку подгузников здесь, в Санкт-Петербурге. Материалы я отсняла, но еще не успела публиковать. Но суть в том, что я выбрала вот эти подгузники Black Rabbit, потому что они оказались самыми-самыми качественными. Ну, и я не могла устоять и отказать себе в удовольствии в этот раз пользоваться для ребенка вот такой вот белой невероятной прелестью, как вот этот подгузник без особых принтов. И просто белый, чистый, как снег. Это просто невероятно, уже не говоря о его качестве. Ну, ладно, об этом я буду рассказывать отдельно. Но в этот раз история в другом. История в хранении. Вот эти подгузники, они суперудобные. Сейчас вот они будут у меня вот в корзине. Каждый раз, когда я кормлю ребенка, когда его переодеваю, а переодевать нужно, в принципе, после каждого кормления, поскольку у них запускается пищеварение, я просто вот так вот хватаю один подгузник из корзины, его легко открываю. Грязный подгузник тут же утилизирую в этом пакете. Они чистые, не пыльные и прекрасно изолированы от всех остальных вещей. И таким образом на попу действительно попадают чистые подгузники. Это очень-очень круто. Особенно ночью. Еще одна причина, по которой я удалила все-таки свой пеленальник, потому что я поняла, что я переодеваю ребенка ночью на нашей просто огромной кровати. Мне это намного удобнее. Сижу я, сидит ребенок, и вот мы здесь переодеваемся. И таким вот образом мы, собственно, приводим в порядок вот этого человека после наших ночных кормлений. Ну и, конечно же, будет очень удобно и легко достать вот эти подгузы и ими пользоваться. Так что, подружки, берите на заметку. В последующих своих видеороликах еще буду рассказывать дополнительно, какие еще были причины, помимо всего, что озвучила сегодня, для выбора именно этих подгузников. Но, сразу говорю, вещь действительно замечательная, и ими пользоваться одно большое-большое удовольствие. Да, скажи, человек. Человек у меня тут немного уже отваливается. В общем, какой сегодня план? Сейчас я еще тут закончу немного со своей полкой, потому что есть все-таки желание как-то книги немного по-другому расставить. Ну, и я думаю, что этим буду заниматься еще долгое время, пока не найду свой идеальный вариант. Ну, а нам, в общем, долго тут сегодня кумекать времени нет. Мы поедем в салон красоты, потому что маме нужно покрасить волосы. Да, скажи, мы пойдем к моей любимой Наташе, которая будет, в общем, не только сегодня окрашиванием заниматься, но еще и сделает мне какой-то великолепный уход для того, чтобы качество волос, оно все-таки сохранялось и улучшалось. И уже предвкушая прекрасную пору потери волос после рождения ребенка, это приблизительно 6 месяцев после рождения, надо как-то вот, не знаю, профилактически что-то с ними поделать. И я надеюсь, что это поможет в этот раз. Они не будут так сильно выпадать. Все, мы собрались, наконец-то. Катя Ивановна со мной. Бэби Берн тоже вечный наш друг. Друг, если куда-то мы выезжаем, обязательно он ездит с нами, да? Ну и я, конечно. Наряжаться я не стала, накраситься не успела. Короче, мне главное, что я выехала. И сегодня хоть какой-то кайф получу. И будут мне делать всякое разное с волосами. Это, конечно, прекрасно. Так что, все, едем. Рэм спит, бабушка дома с ним. Мама может выдохнуть и хоть какой-то условный отдых у меня сегодня получается. Доехали. И удивительным образом доехали вовремя. Тут у нас открыто окошко. У нас Бэби Берн, у нас Белый Шум. Короче, мать все свое оружие взяла, чтобы с Натулечкой тут время провести. Скажи, подруге, привет! Это как Рэмик. Подруге, привет! В общем, сейчас будем наводить красоту. А Рэмик у тебя тоже с подругами здоровается. Рэмик с подругами здоровается, Грантик уже скоро будет здороваться. Рэмик с подругами здоровается, Грантик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok